Всем добра! Кто не в курсе, на общем тесте уже вовсю катают новых итальянцев. Через пару недель нас ждет новая ветка развития тяжелые танки Италии. Ветка не полная, начнутся тяжесть с 7 уровня, а копить опыт придется на P43 бис. Не самая плохая стэшка, так что пока идет новогодняя движуха и опыта сыпят через край, самое время прокачаться. Для открытия семерки, если вы уже прокачали средние танки Италии, потребуется 57750 опыта. Думаю, не спеша дня за 3-4 со всеми бустами это вполне реально сделать. Если же хотите в первый же день рассекать на топовом тяже, то понадобится 649500 свободки. Дохрена на первый взгляд. И это в том случае, если прокачивать напрямую без побочных модулей. Progetto CC55Mod54 обойдется в 87200 опыта. На девятку понадобится чуть больше, 150 тысяч. А чтобы получить Риночеротте, итальянского носорога, нужно еще почти 210 тысяч. В общей сложности со всеми модулями необходимо 649500 опыта. Но в принципе можно и сэкономить. Тут я вспомнил, что у меня дохрена на складе чертежей. У многих, думаю, не сильно меньше. Решил проверить, насколько мне хватит этого хлама. Чтобы открыть семерку, нужно 64 универсальных и 24 национальных чертежа. Для восьмерки нужно уже 80 универсальных и столько же национальных. На девятку потребуется 96 универсальных. Столько же и на десятый уровень. Но национальных потребуется уже 32. Всего для прохождения ветки за чертежи, нужно 336 универсальных чертежей и 104 национальных. Мне не хватит. А жаль. Но не забываем про модули. Модули за чертежи не откроешь. Чтобы открыть восьмерку, нужно 32500 опыта. 25000 для перехода к девятке и 87, чтобы открыть топовый танк ветки. Так что, имея кучу нужных чертежей, вы сможете сэкономить 505 тысяч опыта. И кто теперь скажет, что чертежи бесполезная вещь, которая пылится в ангаре. Ладно, с прокачкой разобрались. Но нужно еще и экипаж. И вот тут я с благодарностью вспомнил, что из коробок вытащил премиумного итальянца, а еще девицы нападали в казарму и инструкции из коробок. Так что экипаж к бою готов. Но даже тут ВГ не могли не устроить херни. Но вот никак не могут они не бесить игроков. Хоть мелочь какую-нибудь, но кинут подлянку. И в премии. И во всей ветке прокачки 4 члена экипажа. А на десятке заряжающий вдруг оказался ненужным. Они только на десятом уровне догадались, что у них механизм до заряжания и заряжающий там не вперся. Или просто жалко было выгонять парня. Вместе ведь воевали. В моем случае сидеть в ангаре и развлекать бездельников в казарме будет Диана Стужина. Дальше оборудование. Но тут набор стандартный, я думаю. Вентиль, оптика и стабилизатор. Досылатель поставить на итальянцев нельзя, так что перезарядку можно улучшать только перками экипажа, снаряжением и инструкциями. На тесте я шоковал, так что поставил все боновое оборудование. Но, на самом деле, прирост это дает всего 0,02 секунды на каждый выстрел, так что можно особо не разоряться. Ну и пошли посравниваем с другими танками. Я решил для сравнения взять барабанщиков. Хоть система дозарядки и не совсем барабан, но все-таки по геймплею итальянец ближе именно к барабанщикам. Во-первых, у носорога самый высокий урон с выстрела. 490 единиц. И лучшее бронепробитие на основных снарядах. И голда, в общем-то, на уровне одноклассников. 325 мм на кумулях. Неплохие углы склонения. И лучшая точность. Точность прям совсем отличная. Именно поэтому я пожертвовал стабилизатором в пользу оптики. Но при таких неплохих показателях у танка просто шняжный урон в минуту. Чуть больше двух тысяч. Но это просто несерьезно. На десятом-то уровне. А все потому, что нереально долгая перезарядка, как по мне. Первый снаряд перезаряжается в 18,5 секунд. Второй почти 16, а третий 14,5. Общее время перезарядки у меня получилось 49 секунд. Я отыграл несколько боев на тесте и главное правило, которое я усвоил, никогда не расстреливайте весь барабан. Играйте как обычный цикличный танк на последнем снаряде. Потому что ждать 18 секунд в ответственный момент, это почти 100% просрать этот самый ответственный момент. Да и к тому же в магазине всего три снаряда, а не четыре, как у одноклассников. И перезарядка в 4 секунды внутри барабана вообще не доставляет. Проще дождаться полной зарядки следующего снаряда, чем выпускать всю обойму. Прикиньте, Гранвагон весь барабан перезаряжает за 20 секунд, а Носорог первый из трех за 18,5. Сдается мне, встреча с краном для Носорога закончится ангаром. Но у Носорога есть отличные фугасы. Пробитие фугасом на всех уровнях равно калибру орудия. Десятка, например, пробивает фугасом 120 мм. Это прям очень хорошо. Особенно арту добивать в конце. У Риночеротто есть неплохая броня в башне. И можно спокойно высунуться из-за пригорка и танковать ББшки. Но 300 мм приведенки при таком раскладе от голды уже не спасают. Так что, получив одно пробитие голдой, лучше свалить в укрытие. Корпус вроде тоже не совсем картонный, но особо на него рассчитывать не стоит. Иногда можно отбить что-то бортом в 75 мм, но стоит выйти из укрытия чуть больше и маска орудия и угол корпуса будут пробиваться даже восьмерками. Напихают вам в этот РОК по самые гланды. Но это все ангарные размышлизмы. Что могу сказать про реальные бои? Оказалось, что все-таки танк неплохо танкует. Полторы-две тысячи отбитого урона почти в каждом бою. Но это пока люди не научились его пробивать, я думаю. У танка неплохая динамика. От СТ не сильно отстает и крутится на месте неплохо. Я тут в одном замесе против двух колесников даже умудрился какое-то время подбиваться. В целом машина неплохая. Им бой не назовешь, но поиграть на передней линии вполне реально. Но вот без поддержки особо долго не поиграешь. Перезарядка первого снаряда ни одну жопу подожжет. Но все-таки танк достоин того, чтобы потратить на него немного свободного опыта и чертежей. Носорог имеет отличную точность и прекрасную скорость полета снаряда. А с этим уже можно жить. Хотя танк получился далеко не для всех. Просто так выехать и понагибать не получится. И мне кажется, что в прокачке тяжелых танков Италии все-таки лучше будет остановиться на девятом уровне. Он как-то немножко покомфортнее смотрится. Но это мы посмотрим уже в реальных боях в рандоме, когда танк выйдет на основу. А пока пишите, что думаете, чего-нибудь там жмите и всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok